Нашу планету населяют тысячи видов живых существ, вынужденных ежедневно бороться за свое существование. Травоядные животные поедают растения, а хищники ищут более слабых животных. В этой гонке каждый вынужден приспосабливаться. Тот, кто не может защитить себя зубами и когтями, идет другим, более хитрым путем. Такие животные имитируют других существ или даже растений, чтобы их не трогали. Вот о таких удивительных животных и пойдет сегодня речь. Ну что ж, давайте начнем. Удивительно, но это вовсе не змея, а гусеница бабочки Химеропланес триптолемус. Во время опасности она, можно сказать, превращается в змею. Эту гусеницу можно повстречать в тропических лесах Центральной Америки, но этих бабочек также видели и в северной части Южной Америки. Большую часть своего времени гусеницы проводят на деревьях. Эта гусеница обладает отличным защитным механизмом, который позволяет ей перевоплощаться в гремучую змею. Во время опасности она цепляется задними лапками за дерево и приподнимает верхнюю часть своего туловища. Затем это хитрое создание раздувается, и ее приподнятая часть приобретает треугольную форму, напоминающую голову змеи с большими глазами и блестящей чешуей. Муравьиный паук-скакун Чтобы избежать опасностей, которыми полна жизнь в джунглях, эти пауки-скакуны мастерски имитируют муравьев-ткачей, известных своим агрессивным характером. Внешне эти пауки почти не отличаются от воинственных муравьев. Их окраска, форма тела, походка и даже поведение в точности повторяют черты и повадки муравьев-ткачей. Перетяжка на головогруде и брюшке имитирует грудь и брюшко муравьев, а передняя пара ног более темная, чем остальные, изображает антенны. Два черных пятнышка на голове добавляют сходство с муравьями, имитируя их крупные, близкопосаженные глаза. Единственное, что не смогли перенять пауки-скакуны у муравьев-ткачей, это их воинственный характер. Морской конек-тряпичник. Основное отличие данного вида от остальных морских коньков – необычный внешний вид. Тело и голова этого конька покрыты легкими бесформенными отростками, напоминающие морские водоросли. Выглядит конек весьма эффектно, но эти отростки нужны ему не для красоты, они служат для маскировки. Таким образом, благодаря необычной форме тела, тряпичника практически невозможно разглядеть среди густых водорослей. Это помогает ему оставаться в живых при приближении врага, а также значительно облегчает ему процесс охоты. Длина тела взрослой особи может достигать 35 сантиметров. Существуют тряпичники самых разнообразных оттенков желтого, однако при необходимости конек может менять свой оттенок. Мегапалочник Чана. Самый длинный натекомый на планете и одно из самых редких. Его размеры просто поражают. Длина туловища с лапками достигает 60 сантиметров, но вот вес палочника не такой впечатляющий и составляет всего 63 грамма. Найден был он еще в 1989 году на острове Килимантан, что находится в Малайзии. Всего за историю было найдено три крупных экземпляра этого удивительного насекомого. Образ жизни и повадки палочника еще не до конца изучены, а из-за великолепной маскировки его очень трудно встретить в естественных условиях. В застывшей позе насекомые практически невозможно отличить от обычной веточки. Это прекрасный способ защиты от врагов. Осьминоги – удивительные животные из отряда головоногих моллюсков, которые распространены по всем морским просторам земного шара. Одним из самых удивительных из них является мимический осьминог. Обитает он в тропических морях Юго-Восточной Азии. Этот осьминог удивляет тем, что может подражать около 15 видам морских животных, например, скату, морской змее, медузе, камбале, гигантскому крабу и остальным. Сам осьминог небольшой, вырастает максимум до 60 сантиметров в длину. В спокойном состоянии имеет коричневый окрас с белыми полосками или пятнами. При возникновении угрозы происходит потрясающее перевоплощение. Для этого он с помощью своего тела и щупалец меняет себе форму тела и окраску. Листовитка или листотел. Относится к отряду привиденьевых и является мастером маскировки. Они прекрасно имитируют листья растений. Второе название этих насекомых – блуждающие листья. Скорее всего, гуляя по тропикам, вы не заметите листовитку. Чаще всего она будет висеть, прикрепившись к ветке как листик, и раскачивается так, как будто на него дует ветер. В основном они имеют ярко-зеленый окрас, но встречаются также желтые и оранжевые экземпляры. Их максимальный размер – до 12,5 сантиметров. Листовитки живут в густых дебрях тропических лесов, поэтому про их образ жизни известно немного. Насекомые селятся в рощах и кустарниковых зарослях на листовых растениях. Его очень легко принять за качающийся на ветру лист дерева и пройти мимо, не поняв, что это довольно редкое насекомое. Многоядный клит. Это насекомое встречается в Англии и Шотландии, и в процессе эволюции обрело очертание окрас обычной осы. Этот безобидный и медлительный жук, облюбовавший в качестве пристанища гнилую древесину, мог бы стать блюдом номер один в рационе птиц, если бы неудачная маскировка. На этом все. Мир животных действительно очень разнообразен, и встречаются такие экземпляры, которые могут очень сильно удивить. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и проверьте, включен ли этот колокольчик. Это нужно для того, чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч!